Приветствую, друзья! Вы на канале WP Livers, где мы говорим о WordPress с любовью и на понятном языке. И этим видео я открываю новую рубрику, которая называется «Сделано в Elementor». Я в этой рубрике буду показывать проекты, которые я делал с помощью Elementor. Возможно, вы что-то будете присылать, и я буду делать обзор на эти проекты. Это добавит контента в эту рубрику, если, конечно, вы захотите. Сегодня у нас на обзоре будет 4 проекта. Быстренько пробежимся по тому, как они сделаны, как они выглядят, и чтобы вы могли понимать, что вообще можно делать с помощью Elementor. Пока что это будут лендинг-пейджи, но сейчас, во-первых, в рамках курса по созданию сайта для бизнеса будет у нас многостраничный сайт, который будет сделан с помощью Elementor в том числе. И сейчас еще в работе есть сайт, тоже многостраничный, и, естественно, мы его потом посмотрим в отдельном, в таком же видео, в выпуске номер 2, я думаю. По 3-4 проекта будет в каждом таком выпуске, поэтому давайте смотреть. Поехали! Первый сайт, наверное, видели все. Этот сайт я показывал, как я его делал, в отдельном видео, в длиннющем видео. Тогда я еще был малоопытный, не комментировал никак этот ролик, но он как-то зашел, на него полно просмотров, под ним нормальное количество комментариев с вопросами людей. Худо-бедно, какой бы он ни был, но он как-то вот сделал мой канал, можно так сказать. Здесь я использовал Elementor Pro, здесь еще нет виджета меню, здесь я его делал с помощью HTML, сам чего-то доверстывал там. Также здесь используется плагин PopUpMaker, вот здесь вот мы его применяем. Внутри PopUpMaker вставлен вот этот шорткод, это шорткод кнопки от Elementor. Кнопка сделана в Elementor и вставлена сюда шорткодом. Остальные все элементы сделаны только с помощью Elementor. И вот эти вот дела все, единственное, ну картинки, соответственно, я подбирал, где-то самостоятельно это все собирал, делал. Это первый мой проект на Elementor, я его делал в июне месяце 2017 года. Ну и вот такой вот он получился, как получился. Да, конечно, я стилей натырил в каких-то других темах, в каких-то других проектах, но быстро нужно было сделать, потому что у меня стояла цель, там задача стояла сделать этот сайт быстро. И я его сделал, ну так, как сделал, можно так сказать. Следующий проект уже клиентский, сделан почти полностью с помощью Elementor Pro, кроме вот этой вот галереи. Я, естественно, ссылки на проекты на все оставлю, и вы сможете их посмотреть. Галерея, вот эта сделана с помощью другого платного плагина. Я не буду произносить его название, потому что разработчик куда-то пропал, я купил этот плагин и не соблюдал свое главное правило – написать в поддержку, прежде чем что-то покупать. Причем я написал в поддержку, и автор ничего не ответил, но мне нужна была галерея, а именно таких галерей, альбомных галерей. Вот посмотрите, сейчас я кликну, и открывается альбом. Таких галерей, таких плагинов не очень-то уж много. И вот это оказалось самой лучшей, но работает она отвратительно. Скорее всего, какой-то конфликт каких-то скриптов, но автор не выходит на связь, никак не поддерживает свой плагин, поэтому вот такие дела. Все остальное в целом сделано с помощью Elementor. Помимо действий с Elementor, естественно, я здесь делал полностью текст, полностью прототипирование и курировал создание дизайна, потому что этот сайт рисовал дизайнер, я ему просто дал задание, как сделать и все. Кстати, по поводу вот подобных блоков. Смотрите, что я здесь использовал. Это чтобы вы снимали ограничения в своей коробочке под названием «Голова», для того, чтобы использовать какие-то виджеты. Здесь использовано раз, два, три виджета. Первый виджет – это обычный текст. Я его добавил, появилась возможность его форматировать, поскольку это обычный текстовый блок в Elementor. Если бы я добавил просто отзыв, как я вот здесь добавил, то его вот так вот отформатировать нельзя было бы. Здесь я удалил текст отзыва и оставил только фотографию и имя с должностью автора. И так можно делать, оказывается, ребят. Сюда я поместил виджет «Галерея». Все это можно сделать в бесплатном. Elementor, кстати говоря, это все бесплатные функции. В «Галерее» у нас все очень просто. Было, стало, эти подписи можно редактировать, и они спокойно устанавливаются. Ну, вот такой вот прием размещения отзывов. Не совсем стандартный, но зато, на мой взгляд, эффективный. Достаточно развернутые отзывы у нас сюда поместились. Ну, дальше информация. Ее разбирать особо не нужно. Естественно, лендинг этот адаптивный. Контакты и вот та самая карта 2GIS, которую мы подключали с вами в одном из уроков. Как раз-таки к этому сайту я и подключал ее. Ну, и меню работает. Вот так вот якоря все перелистывается. Ну, вот такой вот проект. Переходим к следующему. Как-то так вышло, что у меня в последнее время автотематика прям прет. Второй проект, сейчас третий проект, и четвертый проект тоже будет про автомобили. Это автомойка. Тоже это не лендинг, это многостраничный сайт. Все-таки вот здесь переход по страницам, но он все-таки больше как лендинг. Land the site, если так говорить, больше похож на вот это. Здесь закрепляется вот эта менюшка. Я вам показывал, как делать эту липкую шапку. Все очень просто. Здесь тоже Elementor Pro, естественно, используется. Это меню от Elementor Pro. Дальше вот такие блоки. PopUp Maker используется. Внутри PopUp Maker размещены шаблоны, которые я делал тоже в Elementor. И шорткодом вовнутрь PopUp Maker вставлены эти шаблоны. Шорткод у нас доступен либо в версии Elementor Pro, либо с помощью стороннего плагина Anywhere Elementor. Вот так форма тоже от Elementor, естественно. Все, в общем-то, сделано силами Elementor. И анимация при появлении, конечно же, тоже. Вот так эти штуки выглядят. Это тоже PopUp Maker. Вот таким образом тоже все появляется. И тоже карта от Яндекс подключена. Я сделаю обязательно урок тоже по тому, как подключить Яндекс-карту к Elementor. И дам код API, потому что там надо разбираться, вот эти вот штуки все убирать. У вас будет готовый код. И вы сможете установить эту карту на свои сайты и лендинги. Давайте посмотрим внутреннюю страницу. Пример хотя бы. Ну, на самом деле, тут все просто. И все точно так же в той же стилистике. Здесь я использовал медиагалерею, кажется. Ну, и тоже PopUp Maker у нас. И ссылка на другие страницы. Это меню тоже Elementor 2. Меню просто используется. Здесь два вертикальных. И ссылка на главное. Вот такой вот проект. Переходим к следующему проекту. Как я уже говорил, снова автотематика. На этот раз это защитная пленка. Вот, сколов, царапин. В общем, антигравийная пленка. Используется анимированный заголовок в Elementor. Обычная форма Elementor, размещенная в колонку. Номер телефона кликабельный. Далее разделители формы. Так называемые разделители секций. Вот так используется. Форма тоже от Elementor Pro горизонтальная. И тоже разделитель формы. Вот такой вот, чтобы связать как-то предыдущую секцию с этой секцией. Анимация тоже родная Elementor. Это прайс-лист. Есть такой виджет, если вы забыли вдруг прайс-листа в Elementor. Форма обыкновенная. Ну, и, естественно, это сделано изображением. Дальше. Это тоже анимированный заголовок. Это обычные виджеты. Картинка плюс текст. И вот эта штука. Напишите в комментариях, если вам интересно посмотреть, как это делается. Естественно, я не на этом примере буду показывать, потому что все-таки это клиентский проект. А я ценю этику. И, конечно же, я спросил у клиента, можно ли показывать этот проект. Можно показывать. Но я буду показывать, как делать вот такую штуку на другом примере. Напишите в комментариях, если это интересно. А я думаю, что это интересно. По клику запускается стандартный лайтбокс с видео от Elementor, и можно это видео посмотреть. Далее портфолио. Вот здесь я его делал с помощью дополнительного плагина. Там все очень просто. На самом деле загружаются изображения в медиабиблиотеку, вставляется шорткод, и в шорткоде прописывается ID изображения левого и ID изображения правого. У каждого изображения есть свой уникальный ID, и вот они потом сюда выводятся. Но пока еще клиент готовит фотографии и зальет их уже самостоятельно, когда все будет у него готово с материалами. Опять же используется анимация, форма обратной связи от Elementor, стандартная, все достаточно просто. И этот кружочек тоже используется, как вы видели, он вылетает снизу. И опять же гяндекс карта, на которую я уже пообещал сделать урок. Кнопочка вверх сделана с помощью плагина Tutop. Ничего сверхъестественного. Там достаточно хорошо все это настраивается. Устанавливаете, настраиваете у себя, и все, и будет у вас тоже кнопочка вверх. Вот так она будет работать. Ну что, вот мы посмотрели с вами проекты, которые я делал в Elementor Pro. Если они вас вдохновили, и с этого момента вы понимаете, что Elementor Pro это сила, потому что, естественно, эти проекты сделаны с применением Elementor Pro. С бесплатной версией тоже можно сделать что-то подобное, но намучаетесь с формой обратной связи, не будет там анимированных заголовков и прочих интересных плюшек. Так что, если вдохновились, хотите купить, ссылка в описании. Напоминаю, что покупая Elementor Pro, по ссылке вы поддерживаете проект и выход новых видео. Расскажите о ваших впечатлениях в комментариях. Если кто-то хочет поделиться своим проектом для следующих выпусков, пожалуйста, добро пожаловать, отправляйте мне, лучше, конечно, в личку ВКонтакте, потому что YouTube блокирует комментарии, отправляет их в спам, и я их могу не сразу увидеть. Отправляйте мне ссылки на ваши сайты, будем их смотреть. И самые крутые проекты мы включим в следующие выпуски, сделанные в Elementor. Заодно получите дополнительную посещалку на сайт, не факт, что целевую, конечно, но тем не менее. Ставьте лайк этому видео, если понравилось, если на канал не подписаны, обязательно подпишитесь. Желаю вам успехов в творчестве с Elementor, до встречи в новых видео, хорошего дня!